Недавно я задался вопросом, почему разработчики ввели навыки экипажа еще очень давно, но до сих пор находятся игроки, которые не понимают их функционал и эффективность бою. Всем привет, это Эльдар, в этом видео я разжую вам те важные детали, которые многие опытные игроки не замечают, а также поделюсь с вами наиболее важными и эффективными навыками экипажа вот Блиц. Имейте ввиду, что все сказанное в видео это мое субъективное мнение, основанное на личном опыте и понимании механик игры. Итак, начинаем. Начнем с повторения и усвоения простых вещей для более четкого понимания функционала навыков. Прокачанные навыки экипажа действуют абсолютно на любом танке, вне зависимости от класса техники, даже если она не выведена в топ. Навык начинает работать после того, как вы прокачаете его хотя бы до первого уровня. Еще одно важное заблуждение у некоторых игроков состоит в том, что они подсознательно разделяют навыки по классам техники по принципу «Эти нужны, я ж только на тяжах играю, а эти не нужны, я ж только на тяжах играю». К счастью, разработчики придумали умную систему навыков, благодаря которой навыки превосходно дополняют друг друга и помогают в бою абсолютно на любом классе техники, что делает их крайне важной частью геймплея в Блице. Далее я расскажу про классификацию навыков и способы их тренировки. Навыки экипажа в игре разделены по классам техники, на которых вы можете тренировать определенные навыки. Тренировка навыков – это накопление опыта экипажа на определенном классе техники. Опыт экипажа в игре обозначен зеленой звездой. Тренировать навыки можно только на технике с элитным статусом. Танк приобретет элитный статус, когда вы обучите экипаж до 100% и выведите технику в полный топ, а именно исследуете необходимые модули и следующий танк в ветке техники. Премиум танки и танки 10 уровня получают элитный статус сразу после полного обучения экипажа. Как вы видите на скриншоте, у меня полностью прокачаны все навыки класса ПТСАУ, и оставшийся накопленный опыт, которого у меня уже более 4 миллионов, к сожалению нельзя потратить на тренировку навыков других классов техники. Иная ситуация происходит с элитным боевым опытом. Элитный боевой опыт – это боевой опыт, который накапливается в боях на технике с элитным статусом. В игре он обозначен синей звездой. С его помощью вы можете прокачивать навыки любых классов техники до 5 уровня включительно. Говоря простым языком, вы можете копить элитный боевой опыт, к примеру, на среднем танке, а потом при помощи этого накопленного опыта прокачать навыки тяжелых танков. Подчеркну, что таким методом можно изучать навыки только до 5 уровня включительно. 6 и 7 уровни навыков можно тренировать обычной тренировкой, то есть накоплением опыта экипажа на определенном классе техники. Это очень долгий процесс, особенно если вы играете преимущественно на одном или двух классах техники. Для более быстрой прокачки навыков 6 и 7 уровней, система навыков предлагает нам два способа ускорения прокачки. Прокачать тот или иной навык можно путем вливания кредитов или золота. Кредиты ускоряют прокачку на 200%, а золото на целых 1000%. В данном контексте сразу хочу отметить, что вливать кредиты невыгодно, потому что система в большинстве случаев автоматически обозначает все ваши кредиты, и в случае, если вы ускорите прокачку навыка за счет кредитов, то вы останетесь с нулем. Не будет лишним дать вам совет для ускорения процесса тренировки навыков своим трудом. Старайтесь регулярно сбивать звезды на ваших танках, используя бустеры боевого опыта и бустеры опыта экипажа. Чем лучше вы отыграете такие бои, тем больше опыта вы получите. Вот список действий в бою, за что начисляется и не начисляется опыт. Что ж, теперь перейдем к навыкам, которые на мой взгляд являются наиболее эффективными в бою. Имейте ввиду, что навыки дополняют друг друга, о чем я еще расскажу позже. Начнем с навыков, которые тренируются на средних танках. Навык Кураж ускоряет перезарядку орудия перед следующим выстрелом после уничтожения противника. Навык пригодится как любителям средних танков, так и любителям тяжей и ПТ с большой перезарядкой орудия. Минусовать танки врага с данным навыком станет гораздо приятнее. Переходим к следующему навыку под названием Бронебойщик. Навык дает шанс сделать выстрел с повышенной бронепробиваемостью, что дает хоть и не постоянное, но преимущество вашим снарядам в бою. На очереди у нас наставник. Изучив данный навык, вы будете получать больше опыта экипажа в каждом бою, и соответственно вы сможете быстрее прокачивать остальные навыки. Наставник рекомендую изучать только тем игрокам, которые регулярно играют в глиц, потому что если вы играете в игру редко, то будет полезнее распределить опыт для изучения других навыков. В классе навыков тяжелых танков я хочу отметить один из самых нужных навыков для опытных игроков. Навык Отчаянный ускоряет перезарядку орудия, когда у вашего танка осталось менее 15% прочности. Отчаянный очень пригодится тем, кто привык выжимать максимум пользы в боях, находясь в сложной игровой ситуации. В классе навыков ПТ-САУ навык Снайпер разместился не просто так. С железной уверенностью утверждаю, что этот навык вам следует прокачать как можно больше. Он дает вам шанс повредить модули врага с вероятностью 100%, но только если навык сработает и если вы пробьете врага, попав по модулям. К слову, при обычном выстреле шанс повредить модули врага составляет от 20 до 100%. Следующий навык под названием Смертельная точность также будет полезен для подкованных игроков, умеющих вытаскивать самые потные катки. Смертельная точность увеличивает обзор вашего танка и скорость сведения орудия, если все ваши союзники были уничтожены. На этом список полезных навыков не заканчивается. Сейчас я отмечу два навыка с ситуативной эффективностью. В зависимости от игровой ситуации они могут помочь вам принести победу команде. Навык маскировка из класса навыков ПТ-САУ делает вашу технику менее заметной. Однако лучше всего навык работает с низкопрофильной и малогабаритной техникой с установленным камуфляжем, корпус которой находится преимущественно в кустах. На средних дистанциях вас станет сложнее обнаружить. И отмечу еще один навык из класса легких танков под названием Стремительный захват, позволяющий быстрее производить захват точек либо базы. Это крайне полезный навык для режима превосходства, ведь в этом режиме можно тактично захватить точки и принести победу команде по очкам. Зачастую победа путем уничтожения техники врага не представляется возможной, и победа команды по очкам это единственный способ выиграть бой. И прежде чем перейти к самому главному навыку экипажа, на мой взгляд, я хочу подробнее рассказать, как навыки сочетаются друг с другом в бою. Навык отчаяния сочетается с навыком смертельная точность. Если у вас на достаточном уровне прокачаны данные навыки, то оставшись одним в высшем бою, вам будет легче выиграть бой, потому что ваш танк будет иметь повышенный обзор, увеличенную скорость сведения и перезарядку орудия. Также навык Стремительный захват сочетается с союзником, если у него тоже прокачан этот навык. Так захват точки или базы будет происходить еще быстрее, что несомненно дает преимущество в бою. Переходим к самому главному навыку в игре, на мой взгляд. Ранее предчисленные навыки Бронебойщик и Снайпер сочетаются с навыком, который тренируется на легких танках, под названием Лихая перестрелка. В этот навык я влил 5500 слоута за 6 и 7 уровень и ни разу не пожалел. Итак, в чем же суть навыка? Вам нужно пробить врага 3 раза подряд, и тогда 4-й снаряд получит шанс нанести максимально возможный урон при условии, что вы пробьете врага. Максимально возможный урон можно посмотреть в меню покупки снарядов. Советую пользоваться Бронебойными или Подкалиберными снарядами, потому что они имеют гораздо больший максимально возможный урон, чем Кумулятивы. Исключение тут составляют фугасы. Они нанесут максимальный урон, только если вы будете стрелять в корму и другие незащищенные места. На первый взгляд, навык Лихая перестрелка кажется обычным навыком, периодически помогающим в бою. Но вы осознаете все свое преимущество в бою только тогда, когда будете выдавать максимальный урон на удивление всем участникам боя. В сочетании с другими перечисленными мной навыками, Лихая перестрелка получает уникальное влияние на исход боя, ведь помимо максимального урона вы можете повреждать модули с повышенной бронепробиваемостью, что влечет за собой поджигание двигателей и взрывы боеукладки вражеской техники. Близится конец видео, и я обязан поделиться с вами важной деталью в системе навыков, на которую почти никто не обращает внимания. Зайду немного издалека. В Блице навыки лично я разделяю на два типа, активные и пассивные. Активные действуют всегда, и они не отображаются в бою. Это наставник, плавный ход, плавный поворот башни, абсолютная надежность, маскировка, виртуоз и плавный разворот. Остальные, пассивные, они появляются в бою в нужных ситуациях. И вот кульминация. Обязательно включите в настройках индикацию навыков и оборудования. Индикация навыков вещь простая, но она дает большой объем информации, а именно, сработало ли повышенное бронепробитие, идет ли двойной захват точки, уменьшена ли перезарядка орудия при малой прочности техники и так далее. Особенно хочу обратить ваше внимание на информативную иконку навыка «Лихая пристрелка». Индикация поможет вам понять, сколько пробитий подряд вы сделали, чтобы вы подсознательно были готовы нанести максимальный урон следующим снарядам. В случае срабатывания навыка, система также визуально оповестит вас об этом. Прежде чем закончить видео, я бы хотел ответить, почему я записал это видео. Я записал это видео с надеждой, что она кому-нибудь поможет. Крайне неприятно замечать то, как знакомые ветераны Блица, имея большой опыт в игре, даже не знают о существовании и предназначении навыков, о способах их прокачки и о других важных деталях. А после того, как ты всё сделал за них, они удивляются и получают новые эмоции от всё той же игры. Я искренне надеюсь, что моё видео было вам полезным. Если из данного видео вы извлекли для себя новую информацию, то значит, что я старался не зря. Также не будет лишним поделиться с вашими знакомыми игроками, им тоже хочется улучшать свой скилл. Желаю вам красивых боёв, а навыки экипажа вам помогут в этом. Спасибо вам за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok